С сегодняшнего дня все школы Кузбасса закрыты на карантин. Студенты вузов переведены на дистанционное обучение. Губернатор ввел в регионе режим повышенной готовности. Коронавирус подтвердился у двух кемеровчан уже известно. Они вернулись из Италии 7 марта. Сейчас находятся в областной инфекционной больнице, где подготовлено 380 мест. Об этом сообщили медики на пресс-конференции. По-прежнему вернувшихся из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании ждет двухнедельный карантин. Прилетев, они должны позвонить на горячую линию. Распоряжением Сергея Цивилева все массовые культурные и спортивные мероприятия перенесены на неопределенный срок. Для всех лиц Российской Федерации, которые прибывают из эпидемически неблагополучных стран, вручается постановление из Управления Роспотребнадзора о том, что они подлежат самоизоляции в домашних условиях на 14 дней на инкубационный период. На это же время работающим людям вручаются больничные листы с тем, чтобы у них не было проблем и вопросов с работодателями. На 10-й день при отсутствии клиники заболевания, клиника проявляется в банальных признаках ОРЗ. На 10-й день им проводятся обследования на коронавирус. В случае возникновения клинических проявлений, пациенты госпитализируются в инфекционный стационар и обследование проводится немедленно. Смысла обследоваться всем людям, которые просто боятся, нет никакого. Будет проводиться людям, у которых есть данные эпидемиза о том, что они были за пределами Российской Федерации в тех странах, либо имели контакт с людьми, которые там были, у которых обнаружен коронавирус. Эти контактные люди узнают об этом, потому что выйдут на них активно сотрудники Роспотребнадзора и сотрудники поликлиник. Для того, чтобы ограничить круг контактируемых, мы говорили, что вирус очень легко передается, медицинское наблюдение, те, кто удовлетворительно себя чувствует, у них ничего не болит и никаких признаков нет, осуществляется путем не посещения врача, чтобы потом этот врач не пошел к другому пациенту, он будет осуществляться и осуществляется в том числе и по телефону. Человек сам себе мерит температуру, врач проводит опрос подробнее, все инструкции у медицинских работников есть. Прошу посмотреть целую серию других роликов об Агафе Лыковой, которые набирают популярность на нашем канале. Ссылки оставлю в описании и в верхнем закрепленном комментарии. Под одним из роликов обсуждается двойное убийство, которое совершил Александр Бештальников, бывший послушник Агафьи Лыковой, который помогал ей по хозяйству в 2014 году и жил у нее на заимке два месяца. В комментариях под другим роликом жарко обсуждается ссора из-за Агафьи, двух бывших губернаторов Тулеева и Зимина. Под третьим роликом обсуждается новоявленный племянник отшельницы, который неизвестно откуда появился и прилетел к ней на вертолете. Посмотрите эти видео. Прошу подписаться на канал и поделиться этим роликом во всех ваших социальных сетях кнопкой под видео.